Мы не такие Поколением старичков, скуфов и анков Которым там 35-40 плюс Я за них отдуваюсь Сегодня мы с Артёмом Сергеевым Доброе утро, мы сидим так напротив Дебаты точно должны быть сегодня Но у нас не всегда получается ссоры Мы скорее всего больше про вас, про молодёжь Чем вы живёте, как вы говорите Откуда вообще появляются эти слова О чём сейчас у Игоря на уму была маленькая программа Да-да-да, безусловно Что я хотел сказать, сегодня мы выступаем У нас такой треничок мужской В хорошем смысле слова Соображаем на троих Хотя Что за мысль? Я не об этом, я хотел сказать, что Лиса Аникушина, ваша любимая, она вышла замуж Мы её поздравляем Желаем ей успехов на этом тернистом пути Всё-таки 23 года Это подвиг по нынешним временам И так как она в отъезде В коротком свадебном путешествии Мы с Артёмом решили обсудить как раз, ну, про девчонок поговорить, вообще в целом про отношения. Давно у нас не было этой истории. Да ее, по-моему, никогда четко так вот отдельно не брали. Особенно, да. Это, да, это молодежь, зумеры и отношения. Во всех смыслах. Я очень не люблю это слово. Любовь, романы, модели поведения в паре. Действительно ли у вас все теперь цифровое? Действительно ли вы там не ухаживаете, не оплачиваете за девушек счета? У вас как бы совершенно другой мир, не такой, как вот у более старших поколений? Да, ну, вы сказали то, что ранний брак, это как бы ранний по нынешним меркам, спорно на самом деле, потому что потихоньку так, спойлер, зумеры все ближе идут к моногамии и думают, что там лет через 10 это уже будет чуть ли не обычным явлением, то, что там в 20 лет они уже уходят замуж, женятся, образуют семьи. А что значит зумеры идут к моногамии? Ну вот, вот так вот, таким общим парадом по большой улице этого мира они продвигаются, значит, от беспорядочных. То есть вы все-таки тезисы у традиционных ценностей не обходят вас страны? Может быть, их под нас подстраивают, потому что, не, на самом деле, я думаю, дело в том, вот, как бы, этот миф о том, что круто иметь много девушек, круто иметь много партнеров, он исходит вот примерно из начала 90-х, как реакция на политику советского государства вообще, на нормы советского общества, о моногамии, о том, что разводы это ужасно плохо, то что вот, ну, в общем, даже не только из советского общества, это, наверное, история чуть ли не вечная для, не то что нашей страны, в целом для мира, и это условно недавние тенденции, то что вот появляются какие-то новые нормы, то есть нормально, скорее даже нормальнее попробовать много, прежде чем выбрать что-то одно. То есть как бы и вот 90-е, ваше поколение образовало этот первый слом всех этих традиционных, так называемых ценностей. В те времена, и всегда до этого, считалось, что когда у мужчины много партнеров и так далее, значит, это любвеобильный настоящий мужик, а вот, значит, когда у девушки, это совершенно все по-другому называется. А много это сколько, Виктор? Много. Я сдавал человека, у которого было больше сотни дам, и выяснилось, что это не очень хорошо. За жизнь? Буквально за год. Так. И это не очень хорошо, потому что у него уже, скажем так, не все было нормально. Ну, я тут, я не берусь тут в абсолютных цифрах, но в целом, это такое наследие консервативного общества, мне кажется, такого маскулинного, где мужчине как бы можно все, а девушка, так сказать, общественно осуждаема при этом. Соответственно, вы отходите от этого, от этого как бы стереотипа, и я нахожу и другие совершенно альтернативные подходы сейчас, которые существуют. Наоборот, что много партнеров, это как раз абсолютная норма у зумеров. Да, у зумеров. Ну, а почему нет? У нас как бы нет общей какой-то статистики от ВЦИОМа, пока что государство не занималось такими исследованиями, но вот недавно было одно в институте Кинси, в общем, это... Ну, это к ВЦИОМа не имеет никакого отношения. Да, это и к нашей стране не имеет, наверное, совсем отношения, но вот оно в какой-то мере показательно. Это оно проходило среди тех, кто пользуется одним приложением для знакомств в Филд, это какое-то не наше, зарубежное, у нас его нету. В общем, в этом опросе провели... Поля, Полянка. Да, приняли участие. Где можно щипать сочную травку. Ну вот. Да. Выйди иногда, пощипай виртуально. В Полянке поселится очень много разных поколений, в том числе от 18 до 75 лет, и в этом опросе приняли 3000 участников. Вот большинство это граждане США, Канады и Великобритании, в общем, европейских стран. Казалось бы, вот европейские страны, они уж точно, наверное, более прогрессивны, чем наши в этом отношении, мне кажется. У нас как бы это начинается, у них-то там с 60-х где-то вся эта тема. А у них уже заканчивается. Да, да. Вот. Значит, у 81% Z-ов чаще встречаются фантазии о моногамной любви, нежели о множестве связей. 81% и половина, по-моему, об этом задумывается. То есть, в общем, это как бы почти, ну это большинство абсолютное 81%, в то время как мильниалы, иксы и бумеры обожают фантазировать о свободных отношениях. Окей, ладно, ты не на цифры, ты сам рассказывай, ты внутри этого поколения находишься. Вот, да. Теперь перехожу как бы к своему опыту. Во-первых, я как человек, я абсолютно моногамен. То есть, моих вообще, количеством моих партнеров можно, ну мне хватит пальцев пересчитать их, и как бы для меня это абсолютная норма. То есть, это прям со мной резонирует полностью. А вот вы когда пацанская какой-то там тусовка встречаетесь с ровесниками, с своими сокурсниками, я не знаю, одноклассниками, недавним прошлым, вы не обсуждаете количество побед, там, каких-то, я не знаю, замутов? Ну, до восьмого класса абсолютно. До восьмого класса, да. Нет, 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 вот сейчас именно. Нет. Нет, скорее сейчас мы обсуждаем, ну вообще, то есть, я вот так могу посмотреть как бы на своих друзей, на знакомых, вот, если кто-то одинок, у него как бы жизнь такая тяжелая, у него какие-то проблемы возникают, вот он там чем-то недоволен, то есть, и, в итоге, все эти проблемы, если разобрать вот так на кухне, поговорить с ним, они сводятся к тому, что он одинок, ему нужен именно постоянный какой-то партнер. Если совсем разговорится, то окажется, что он хочет семью, ну, когда будут, естественно, деньги, чтобы ее обеспечить, там, не знаю, квартира. Ага. То есть, как бы, вообще нет разговоров о том, что... А тебе не кажется, чувак, у меня такой вопрос, что просто мир настолько изменился, и в экономическом плане в том числе, что мужики просто не вывозят сейчас консервативные модели, которые были свойственны там, обществу еще 50 лет назад, причем не только там, советскому или российскому, ну, и мировым, в общем, японскому в том числе, у них колоссальный кризис традиционного общества, потому что мужчины не в состоянии теперь содержать семью, там, любовниц и прочее, ну, все изменилось. Работать должны оба, это значит, что у девушек больше прав, требований, экспериментов и всего остального, и мужчины просто не справляются. Иногда мне кажется, что ходить на свидания – это дороже, чем содержать семью, поэтому, ну, спорный тезис. И наоборот, они теперь, говорят, нам вот одна любимая наша, вот она, а девчонки, наоборот, они как в мужскую сторону дрейфуют. Что нам там рано замуж выскакивать, дайте мы попробуем, там поищем, повыбираем, там все, плохо, что ли? Не знаю, опять же. Мы себе можем это позволить, мы самодостаточные дамы. Девушки прямо так обычно. Молодые у нас, вся жизнь впереди, нам что, нам тут гульнуть хочется. Девушки так прямо обычно не говорят об этом. Ой, как-то они говорят по-другому, промеж себя, но тем не менее. Ну, вот есть, допустим, приложение популярное для знакомств, онлайн Pure называется, оно, в общем, с давних времен еще с Тиндером было, вот оно не ушло, оно как бы изначально было создано для того, чтобы искать себе партнеров на один раз или просто для секса по дружбе. Сейчас оно потихоньку, видимо, двигается все-таки в сторону отношений, так вот, соотношение там парней и девушек, по ощущениям, было где-то одна к десяти парням. То есть, во-первых, оно было еще платным. То есть, парней в десять раз больше? Да. Так я тебе могу сказать, что любой сервис знакомств, вот, и у нас есть друзья и партнеры, мы обсуждали статистику здесь, например, Тиамовскую, это в целом, там, я не помню, два к одному как минимум, а то и три к одному в пользу мужчин на сервисах, знакомств любых, для любых целей, которые предназначены. Ну, три к одному это все-таки не то же самое, что десять. Ну, согласен. Это при том, что этот сервис Pure платный для мужчин и бесплатный для девушек. То есть, девушки, когда им говорят, вот, пожалуйста, если хотите переспать с кем-то, зарегистрируйтесь и все, нет, они все равно не идут. Значит, им даже если, ну, в общем, им нужно что-то большее, наверное, чтобы хоть чуть-чуть поухаживали. Хорошо, давай, ладно, сейчас мы чем-то сразу к сексу-то перешли? Ну, ты кто сразу так обозначил? Давай, давай, ну, потому что это важно. Я даже не знаю, важна ли эта часть отношений теперь, откровенно говоря, потому что у меня есть другие вот всякие разные цифры, в основном американские, у них мощная социологическая школа, они изучают все вот всякие разные интересные течения в обществе, постоянно мониторят. В 91-м году более 50% американских старшеклассников уже имели сексуальный опыт, 37% регулярный, там, возле 17-18 лет. А в 2017-м году эти показатели снизились, соответственно, до 39 и 29%, соответственно, то есть, ну, падение на 11%, оно весьма заметное. А это центр по контролю и профилактике заболеваний в американских школах, это их статистика. У 23% американцев в возрасте от 18 до 29 лет, тут даже в другое поколение вы заходите, условно. За последний год вообще не было никаких, никакого сексуального опыта. Это центр изучения общественного мнения при Чикагском университете с 2020-й год данный. British Medical Journal пишет, что за последний месяц треть британских мужчин и женщин вообще у них не было никаких связей, это на 25% больше, чем в 2001-м году. То есть, за 20 лет вот такое падение. Схожую динамику отмечают финские и шведские специалисты, а в Китае выяснили, что 50% людей, родившихся в 90-е годы, вообще не имеют никаких сексуальных контактов. Ну это правда, люди становятся избирательными, мне кажется. Да, психолог Джин Твенш рассматривает отношения людей до 35 лет, по итогам заявил, известный очень психолог, что тогда как 85% бэби-бумеров активно ходили на свидания в 20 лет, то есть наших родителей, послевоенное поколение, 85%, среди современных молодых людей этот показатель достигает только 55%. В целом, это говорит о чем? В целом, о снижении интереса к отношениям как таковым и к их сексуальной части в том числе. Вы скорее отношения рассматриваете только как прокладку, и мужчины прежде всего, только как бы подстилку, страховку на старость, условно говоря, чтобы был помощник, кто разделит с тобой квартирную плату, покупку холодильника. Вот все эти вещи связаны с тем, что мужики сами не вывозят, в финансовом плане в том числе. Сейчас тут уже не до понтов, не до 10 любовниц. Мне кажется, 10 любовниц можно при желании, с минимальными вложениями. Ну, ты знаешь, как пойдет, мы 70-х дел в эту сторону не будем пока уходить. А в целом, я спрашиваю, в целом отношения не являются приоритетными, причем до возрастов за 30, живут с мамами, не парятся, ну, с кем-то иногда могут встретиться, ну, зачем, зачем? Бойте, у которых отношения, которые живут с мамами до 30, тут мне кажется, надо разделять именно секс и отношения, то есть, сам как бы процесс, может, доставляет не такое удовольствие, как там людям несколько столетий назад будоражив всякие животные инстинкты, а именно мысль о том, что вот да, ну... Хотя процесс не изменился с тех пор, он примерно тот же, даже может быть более интересный, сейчас и разнообразный. Вот, кстати, да. Хотя меньше недосказанности, потому что слишком доступно порно. Еще одно исследование про всякие фетиши у молодежи, то есть, зумеры свободнее в этом плане, то есть, если уж дело доходит до секса, они как бы не ограничивают себя ничем в то время, как... Кто во что гораздо. Да, в то время, как бумеры и мельнялы как более все-таки закрыты к этому, наверное, потому что ими еще движут какие-то вот эти культурные установки, которые там из прошлого идут, впитали они в детстве. Так, не знаю. Ну, в общем, мне кажется, что именно, да, однозначно, что наметилось это стремление найти какого-то одного партнера. Ну, возможно, тут вы частично правы в том, что это своеобразное спокойствие и стабильность. То есть, вот, найти и все, чтобы эту тему закрыть для себя. Ну... Чтобы в танки можно было спокойно играть. Да. В танки или что там еще бывает. Так. Ну, при том, что есть разные такие явления, то есть, вот, как бы, общий тренд такой, но есть отдельные фриковатости, я бы сказал, странности, как бы, тренды, вот, которые... Подожди, еще раз, давай зафиксим. В общем, в общем и целом, ты подтверждаешь снижение интереса к теме отношений как таковых? Нет, отношений нет. Вот прямо вот, и всего, что с этим связано, и секса, и там, и тусовок, и так далее. Нет. Есть другие, есть интересы. Есть, сколько в науке происходит, сколько в технологиях происходит, можно обсудить, я не знаю, какие-то социальные процессы, которые происходят. А вы это-то, ну, спокойнее. Нет, нет, я не подтверждаю, мне кажется, то, что секса и отношения здесь нужно разделить. Как бы, может быть, даже могут быть отношения с минимумом секса или вообще без секса. То есть, я думаю, что вот мое поколение, как бы, способно это разделять. Вот есть секс, как бы, это чисто физиологический процесс, который доставляет там удовольствие на какое-то время, как бы, ну, как поесть. Мы понимаем. А есть отношения. Отношения — это для того, чтобы было что-то далекое, стратегическое в перспективе. Так что, мне кажется, что вот во втором случае, нет, эта тема важна, ну, просто потому что это волнует каждого, там, с кем я не поговорю. Каждому хочется отношения. Окей, хорошо, давай, ладно, не бойся, расскажи мне, как вы ухаживаете за дамами сейчас? Ну, это начинается знакомство, сначала найти ее нужно. Так, знакомство в основном онлайн, онлайн вы сейчас. Я бы сказал, да. То есть не в метро, не где-то там подойти под честный бой, там, на штурм пойти в баре, например, немножко поиграть мышцой интеллектуальной. В баре бывает, в баре бывает, но это обычно как раз кончается просто... ОНС есть такой, вот, мы дошли до терминов, есть ОНС, это One Night Stand, то есть как бы на один раз, на одну ночь. Есть еще термин ФВБ, Friends with Benefits, друзья с преимуществами. Вот как бы это два таких, два столпа, на которых, наверное, стоит все, что происходит в баре. А прояснить друзья с преимуществами, как это работает? Ну, вы понимаете. А, это чуть больше, чем друзья. Да, чуть больше, чем друзья. Но это как бы и не отношения. Но вы не связаны ничем, если захотите, вы можете еще найти партнеров, еще, или начать отношения с кем-то другим. То есть просто, опять же, такое потребительское какое-то отношение к сексу. Ну, вот захотелось очень поесть, ну, идешь, покупаешь, что там есть рядом какой-то фастфуд. Ну, вот. Окей. И это не зашкварно, это просто один из видов поведения. 50 на 50, не знаю. Например, для меня общаться бы с девушкой, которая этим занимается, было бы зашкварно. Для кого-то нет, кто-то это принимает и как бы в норме. Окей. Вот. Ну, есть еще разные забавные... Ну, это не тренды, это, опять же, это вот какие-то вот как субкультуры немного в этом мире знакомств. Вот, например, situationship. Такой термин. Этим обозначают такие отношения, в которых вот люди начали, допустим, ФВБ, и у них начинает возникать чувство друг к другу, но они не хотят никак оформлять, никак это проговаривать. И как бы вот в этом подвисшем непонятном положении у них нет договоренности, но при этом они там ходят куда-нибудь в музей, не знаю, на концерты, в бары. Они спят друг с другом. Но при этом они не в отношениях, они не позиционируют себя как парня и девушку, то есть от двух слов, да, situation, как бы ситуативно, и relationship, отношения, то есть такие ситуативные отношения. Как удобно, бог тому и так. Ну, мне тоже, на самом деле, мне кажется, это, в общем, ситуация, которая была на протяжении всей истории человечества, просто сейчас ей придумали вот такое название, такой англицизм подобрали. Я думал, что это больше свойственно, честно говоря, более старшему поколению. У меня полно знакомых, у которых есть, у которых свободный брак, они живут просто с супругой по договоренности и встречаются с такими же замужними дамами. Это абсолютно бесперспективная история, но она классная, эмоционально окрашенная, они иногда ходят в музеи. Они как бы чуть больше, чем one night stand, но при этом это точно без каких-либо претензий на... Ну, это просто адельтеры на стороне. Такие простые, советские, привычные нам. У них есть договоренности, что важно. Как бы это тогда получается от ФВБ, да, хорошо. А тут situationship, это когда нет договоренности. Ну, такое школьное немножко. Вот когда в 7 классе нравится девушка, ты там ходишь с ней в кино, а, оказывается, она еще там с кем-то потом погуляла. И не говоришь об этом, потому что вот в моменте вам хорошо обсуждать, но это надо думать, это надо о чем договариваться, ограничивать себя. Ну, я не знаю, насколько это масса вот так. Среди своих знакомых я не могу вспомнить ни одного случая. Там, может быть, кто-то мне про кого-то рассказывал. Асексуалы есть у тебя среди твоих друзей? От пацанов. Ну, вынужденные бывают. Ну, я не знаю, ну, нет. Ну, кто вообще, представляете, да мне не очень интересно. Я там в доту лучше поиграю. Я не знаю, или там пойду, получу какой-нибудь новый навык. Мне кажется, бывают часто вынужденные асексуалы. Это когда просто, как бы, нет, не возникает никаких случаев, как бы, и ты так начинаешь говорить. Нет, 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 я про целенаправленную политику, ну, как бы, мне это особо не интересно. Нет, у меня нет. Мне кажется, это больше женская история. Ну, то есть, вот я не припомню ни одного из каких-то одноклассников или однокурсников, кто вот прям так бы открыто заявлял. Может быть, так и есть, просто об этом не говорят. Как ухаживают в твоем поколении, вот, глядя на своих знакомых? Давай не про какие-то там исследования в интернете, к чертю. Вот ты живой сидишь, представитель поколения. А тут, на самом деле, все так же, как и было, мне кажется. Просто кино, концерты, погулять даже, позвать к себе, поесть чего-нибудь в ресторане. Ну, ничего нового. А кто платит счет? Ну, тут по-разному, зависит от человека. Вот тут не знаю, ну, я как бы стараюсь платить я всегда. Но это мой случай. Есть те, кто делят чек пополам. Тут как бы уже уходит... А как у девушки относятся к этому, интересно? Некоторые девушки сами... Вот, может быть, наверняка слушают девчонки там, 20-летние. Может, черканут? Некоторые девушки сами платят. Какая-то, какой-то... Это как бы недостаток... Ну, мужик неправильно себя ведет, если предложил счет разделить. Или, наоборот, мужчина ведет себя правильно, потому что он не нарушает, так сказать, мои границы и рассматривает меня как личность. Ну, вот это вот все, что вокруг. Ну, мне кажется, это очень редко, потому что девушка все-таки, если уж она идет на свидание... Я в некоторых западных загнивающих странах это, может быть, предложение оплатить счет может быть воспринято как оскорбление, откровенно, как часть харассмента. Ну, это у какого поколения? Я недавно за это, кстати, получил. Да? Да. Ты получил? Да. Я в маршрутке хотел уступить даме место. И? Она была не молодая, не старая. А я так воспитан в Саратовской области. Не знаю, вот меня так воспитали, что нужно уступать место не беременным пожилым и инвалидам, а всем людям противоположного мне пола. Вот я так был воспитан. Я по привычке встал в маршрутке, уступил место. И я был трехэтажным воронежским матом послан обратно на это место, потому что мне сказали, ты что, видишь во мне такую старую, что место мне уступаешь? Я говорю, да нет, я просто... Братан, сосредоточься пока на беременных и пассажирах. И пожилых. Да, на всякий случай. Ну, были не на свидании в маршрутке. То есть так может быть, да, все-таки. Если девушка идет на свидание, наверное, она ждет каких-то ухаживаний. То есть тут... Я не знаю, я у тебя спрашиваю. Я не прошу философствовать. В общем, я старый человек. У меня все просто... В моем поколении все просто. И значительно быстрее уже происходит. А вот в вашем все должно быть более интересно. Звуалировано, свидание. Тут нет, к сожалению. Точки, романтик, я не знаю. Кто себе, пятьдесят. Тут нет, к сожалению. Тут все так же, как и было. Мне кажется, это вечные какие-то истории. А вот то, что предшествует этому, про поиск девушки, это уже... Да, вот тут целый мир, наверное. По сравнению с тем, что было лет двадцать назад. Ребят, плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три три три. Номер ваших ватсап-сообщений. Накидывайте нам истории про романы ваших детей и знакомых. А у нас бизнес-новости. Мы не такие. Нет, это мы не такие. Мы не такие. Мы не такие. Не такие мы. Мы не такие. Двадцать сорок. А какие вы? Что, ребята, продолжим. У нас сегодня хорошая такая... Веселая, интересная, актуальная. И немножко пошла в этой дискуссии утреннее. Потому что мы говорим про отношения, про секс и про то, как все это дело происходит у нового поколения, поколения Z. Так ли они отличаются от более старших, скучных поколений, типа моего, например, Иксов. Да, вы спрашивали про то, как свидание проходит. Но мне кажется, что на самом деле ничего нового нет. Просто какие-нибудь новые места, новые вывески с ресторанами появились. Различия, скорее, именно в поиске самих девушек. То есть, как я понимаю, вы в ваше время знакомились прямо на улице, в метро. А как, где-то еще? Мы, конечно, были служебные романы. Еще ты мог познакомиться на работе. Ну вот, сейчас... В каком-то там, в кружке по интересам, в крайнем случае. Конечно, обычно все это происходило где-то в общественных местах. В метро знакомились. У Довлатова об этом много замечательных строк, кстати, написано. Сейчас-то крайне редкая история. То есть, нет, бывают парни, которые подходят... А как, кстати, знакомились? Какие диалоги были? Ну, я не помню. Да любые, господи, по ситуации. В плане нужно подойти и прямо что-то связать. В атаку, в конный бой, в атаку идешь, штричок. Импровизация. Ну как, да, можно, ну помните, можно же по морде получить, но можно же и... Да, именно так и было. А как еще? Вы бы пару уроков отвлекли. Подожди, это же драйв жизни, конечно, конечно. Я не самый, у меня есть такие мастера, ну просто люди удивительные вещи творили. Но главное не тушеваться. А сейчас я смотрю как-то... Сейчас просто подходят, спрашивают инсту и выходят из вагон. Да, сразу, давай мы с собой замечимся. Тут же, во-первых, про тебя все узнают. То есть нет секретности отношений. Нет тайны. Может, это и к лучшему? Он сразу проскролил весь твой, все твои интересы. Как ты на самом деле выглядишь. Сколько у тебя там от фотошопленных фоток и так далее. То есть, и это, мне кажется, это часто рубит отношения прямо на корню. О, она чокнутая, удалить из друзей. Ну, типа того. Ну, так это к лучшему. Лучше узнать это в первый день, а не через пять месяцев. Может быть, но с другой стороны, не знаю, не знаю. Нет, социальные профили в социальных сетях много чего говорят о человеке. То есть, допустим, вот красивая девушка идет в метро, познакомился, потом оказывается, что у нее там полуголые фотографии где-то выложены в соцсетях, а для тебя это важный пункт. Ты не можешь такое позволить. Тебе такая девушка как бы не нужна. Это они, что ты говоришь. Может быть, ты решаешь себя потрясающих, потрясающих опытов. Может быть, зависит от человека. Не знаю, я бы не стал, я бы не стал рисковать. Мое личное моногамное. Старичок, ты меня, ты меня просто расстраиваешь. Красавец, двухметровый, высокий, симпатичный. Что это за скуфня в тебе? Ну, а все, я в отношениях. Ну, я уже все, я моногамен на всю жизнь. Так, это будешь, ладно. А, ну, мы же в эфире, я забыл. Лапшу на уши вешать. Я займусь твоим воспитанием, подожди. Ну, как играющий тренер. Не более того, да, Ром? Точно, точно. Так. 18 лет хочешь построить отношения и карьеру, 20 плюс хочешь построить хотя бы дом в Симсе. Симс это симулятор компьютерный. Так, так. Сейчас я смотрю, что вы нам еще накидываете интересного. Где-то были хорошие сообщения, секундочку. Здравствуйте, у моего старшего сына, 25 лет от Рома, третье неудачное отношение в жизни. Причем со всеми девушками он сразу вступал именно в отношения, общий быт, расходы. А сейчас говорит, что устал от такого формата и хочет жить один. Смотрит на своих друзей, которые заводят необременительные отношения с девушками. Не планирует заводить семью и детей. В приоритете рассматривает учебу, карьеру, успех и проект. Я от этого подхода, честно говоря, расстраиваюсь. Это нам папа пишет, моего возраста примерно. Чуть постарше. Конечно, но надеюсь, что рано или поздно он устанет от этой вольной жизни, захочет создать семью. Главное не перегулять и не перейти к ощущению, что все-таки жить одному в кайф. Спасибо за тем, ребята. У нас старперам интересно понять своих детей, обнимая. Спасибо за хорошие слова. В общем, мы пытаемся это сделать совместно. А что, отжить одному не в кайф? На словах, вот лет 18, когда ты съезжаешь там от родителей. У вас нет, извини, у вас нет культа жизни в одиночестве? Мне показалось, что он постепенно формируется. Это и девушек, и молодых людей касается. Он есть, когда ты, наверное, только начинаешь жить один. Вот, сейчас я до 30 буду строить карьеру, сейчас я стану вот там, вот там буду. И тогда уже после 30 я подумаю о том, чтобы заводить семью, искать себе девушку. А потом ты встречаешь просто девушку, у тебя начинаются отношения и как-то, ну... Согласен, жизнь вносит свои коррективы. Бывают все твои планы рушатся. То есть, как бы, планы одни, а, да. Тем не менее, это вопрос не только построения карьеры и там заработника, это просто, ну, такое отношение к жизни. Мне хорошо, ну, бывают люди одиночки. Их довольно много. Зачем? Вкладу ты инвестируешь как бы в себя. Ну, там, ладно, если появляются дети, это отдельный разговор, тем не менее. Почему нет? Парадокс, это сейчас скорее встречается у девушек. Вот у меня ни одного друга, который так бы говорил. А девушки, которые, ну, мне отношения нужны только секс, чтобы, там, как бы удовлетворить эту потребность. А так я строю карьеру, я вот хочу построить карьеру, деньги, и потом уже я буду думать, что я после 30. То есть, правильно ли я понимаю, что вот, как бы, перетекание такой традиционно мужской философии жизненной к девушкам, это вот свойство последнего времени для жителей, там, не знаю, крупных городов. Большим, когда у девушки огромное количество возможностей есть в жизни. Выбрать карьеру, там, работу, попутешествовать, попережать в другие места и так далее. Пожить для себя, повкладывать в себя. Это очень частая история. Я думаю, что в 16 все девушки вообще, вот так говорят, без исключения, потом у кого-то через два года включаются инстинкты. У кого-то нет. Бывает. То есть, кто-то прям, я знаю девушек, которые делают это не потому, что вот им хочется для себя, а просто потому, что они не считают возможными отношения, вот в условиях, когда вы ограничены в деньгах. То есть, там, мол, рай в шалаше, это вообще на несколько месяцев. А рай в шалаше, вот рай в шалаше уже отошла эта концепция, которая еще была вполне в ходу, даже в моем поколении, в 80-е годы? Ну, я думаю, что на каком-то, вот лично, я думаю, что, да, на каком-то этапе ничего в этом нет такого. Если просто вся жизнь проходит в этом шалаше, это уже, наверное, стоит задуматься. А вот чтобы на какой-то период сойтись в отношениях, да, может быть, не в роскоши купаться, пожить в каких-то не самых лучших условиях, ну, потом как бы работать там и наверстать вот это упущенное, может быть вполне. Окей, я в целом, я у тебя спрашиваю, насколько материальные вещи. Я взрослел в советские времена, как и многие наши аудитории. Да, мы с нами были все равно в различии. Я там вырос в отдельной квартире, например, в центре города. А кто-то жил в коммунальной, а кто-то жил, переехал в новострой. Но, тем не менее, мы жили более-менее равно все. Вот у меня были импортные кроссовки, я отец там привозил иногда. Вот все отличия были. Вот признак золотой молодежи. Не Мерседес там, не дом на Бали, а Адидас за 30 долларов. Все. И, соответственно, поэтому какие-то материальные... Все-таки материальное было не так важно. Ну, не то, чтобы не было неважно совсем, это неправда. Ну, все-таки немножко спокойнее к этому относились. А вот сейчас материальные вещи, насколько важны вам при знакомстве и потом при выстраивании каких-то отношений? Ну, если брать прямо в среднем, я думаю, что да, важны. Ну, особенно, наверное, для девушек. Потому что если посмотреть на профили в дейтинг-знакомствах, так полистать именно профили парней, там будут просто какие-то фотки на капотах Мерседесов с цепями, с айфонами. Ну, первые там пять фото какие-нибудь, они как бы попытаются накрутить вот этот образ мажора либо очень богатого, обеспеченного темщика. Вот как... Есть такой термин, по-моему, обсуждали, да? Человек, который все время что-то мутит, какие-то деньги что-то делает. То есть... И раз этого очень много, это значит то, на что эти девушки как бы клюют, то, что им нужно в первую очередь. Ну, большинству девушек. Если... Наверное, не все из этих людей темщики. Я не думаю, что настолько темщиков в стране. Но, тем не менее, вот парни как бы... Есть какой-то уже архетип вот этой успешной... Успешного профиля. Успешный успех. Да-да-да. Ну, вот это абсолютно... Ну, так все, думаю, да. Для девушек это прям... Важная история, чтобы была какая-то материальная база. Чтобы можно было получить в подарок нам айфон. Много же мемов про это, опять же, в интернете. Чтобы ей дарили не цветы, а айфон там на 8 марта и так далее. Так что да. Цветной. Ну, это... Ну, они в разных цветах. Почему? Ну, зависит от девушки. Так, Виктор, а сами расскажите на своем примере. Ну, вспомните, 18 лет, девушек в море. Кекса столько, что хоть булочную открывай. Я был не по этому делу. 18 лет, я был спортсменом. Поэтому относились к сладкому прохладному. Нынешней молодежи все ровно так же. Пройдет лет 20, не будет, как и у вас сейчас. Приджет Антон, не знаю, вполне возможно. Да, черт возьми. Мне было 18 лет, сколько уже я сбился? 30 лет назад практически. Я не помню, как было, честно говоря. Я был влюблен, у меня был роман с 17 лет, сокурсницей. Вот, все университетские годы. Я был вполне моногамен, потом все растворилось, и тогда я вышел на большую дорогу. Ну, судя по всему, вы ничем не отличаете. Я не знаю, мой пример. От артема ничем не отличается. Так мы и пытаемся это выяснить. Может быть, на самом деле нет никаких отличий. Просто у них появился интернет. А у вас нет. У вас было метро. Да. Да. Ну, тут все равно появляется тогда специфика. В интернете проще создать напускной какой-то образ. В метро ты подходишь, и в целом видно. Там даже по походке, по твоим движениям какой-то. Уверенный, неуверенный в себе. Вот это правило 5 секунд работает. У меня... А в интернете как бы совсем другое. У меня была история, когда я шел на свидание с одной девушкой. Ну, в интернете, вот я смотрел на профиль, там была одна девушка. Я пришел, но она как-то сразу изменилась в цвете кожи, не знаю, волос. В лучшую сторону, я надеюсь. Ну, нет, я не с ней встречаюсь, так что... Ну, это было давно еще в классе. В классе в 11-м. Ну, то есть, как бы тут вроде бы и проще. Это доступнее. Вот ты в метро едешь, можешь выбрать себе девушку. Я объясню, как я... Окей, я сталкивался с подобными случаями. Тоже... Да вот недавно моему знакомому, одного любвеобильного ловеласа, попросили выгулить одну даму, которая приехала из Иваново, по-моему. И на фотографиях там в телеге или где-то в грустнограмме была просто фантастическая красавица. Говорят, в реале, когда встретились, это был просто кошмар. Я не знал, куда себя деть. Три часа в хамовниках прогулял с ней, там, потратил время. И просто не знал. Это он супер. Это человек... Человек-секс просто. И то не знал, куда слиться. Короче, борьба это такое. Мне кажется, что основные различия связаны с сервисами, с развитием технологий. И именно с тем, что ты можешь, с одной стороны, проверить партнера сразу. И ты убиваешь тем самым какую-то недосказанность, особенно в начале отношений, когда ты должен раскрыть человека. А ты тоже все про него знаешь. И можешь сделать неправильные выводы, кстати говоря, по его фотографии. А он просто хотел показать себя, вот с фотографией... Он для себя и выкладывал. ...у Мерседеса, ну, для кого-то, да. А с другой стороны, это колоссальное поле для манипуляций. И в отношениях, в том числе, не перед знакомством, когда ты можешь, как бы, ну, какой-то создать свой образ, который, на самом деле, не совсем соответствует реалии. Но при этом ты вот публикуешь все эти фотографии у не своих Мерседесов, там, в каких-то дорогих гостиницах на курортах, где ты была, но жила в двухзвездочной соседней и так далее. Вот. То есть это такая, как бы, вот параллельная... Параллельная такая жетуха. Ну да. Ну тут, кстати, вот в тему дейтингов есть еще разные дейтинги, тут вот, которые прям под каждый возраст подходят. Я про это сейчас еще рассказал. Там разные специфики есть. Тоже отдельный мир. Так обозначить. То, что для взрослых одни, для молодежи другие. И по особенностям дейтингов видно запросы разные у взрослых и у молодежи. Давайте коротенькая пауза. Вернемся через три минуты. Привет, ребята. Брака, любви, совместного общежития к вопросам секса и всего остального. Это мы с Артемом Сергеевым. И Рома, как представитель среднего нашего поколения, посерединке между нами. Он миллениал в качестве Судии. Я вот хотел быстренько рассказать про основные приложения этих для знакомства. Потому что они, в общем, разные. Они отражают специфику, опять же, для чего они кому нужны. Вот первое, как бы, это Мамбо, который у меня в списке. Такое... Старус. Игривое название, как латинская музыка, Мамбо. Им пользуются, как правило, люди среднего и старшего возраста. Да, да, да. В интернете абсолютно сопряжено с мемами... Это одноклассники. Да, про какие-то неудачные эти секс-переписки. То есть что-то абсолютно пошлое такое животное. И почему-то оно для старшего поколения. Бывает, в метро едут люди, там переписываются. Как бы тоже повод для каких-то насмешек-усмешек. То есть... То есть если у тебя есть аккаунт на Мамбо, то тебя за человека уже считать не будут. Ну, это странно. Это странно. Тем более, что есть другие. Это вот для старших, а есть, например, сервис для молодежи Твинби, который сейчас появился после ухода Тинтера. Еще раз можно? Твинби. Он основан на том, что каждый, кто заводит профиль в этом приложении, проходит психологический... Ой, да, составляет психологический какой-то профиль. И потом в каждом мэче вы можете проходить совместные какие-то тесты, чтобы узнавать друг друга на уровне уже личностном. То есть вот парадокс. Ты понимаешь, что это маркетинговая фигня? Да нет, ну просто это же сделано под поколение. Понятно. Нашему поколению как бы интереснее, чтобы поговорить по душам, узнать, а что у тебя в детстве, чего ты боялась. А я вот там такой-то фильм не любил смотреть, а наоборот любил. А старшие просто как бы там скинули фотографии и все в целом готово. Вот как бы два таких, можно сказать, полюса. Есть еще какие-то промежуточные, типа... Вот был, кстати, Пьюр, который для секс-знакомственного молодежи. Сейчас он из раздела всякие соблазны убрал всякие эротические как бы интересы и просто оставил кино, музыка, литература. То есть как будто бы все действительно молодежи двигается в сторону того, чтобы не просто переспать, а найти кого-то, желательно, с первого раза. И уже с ним строить семью и дальше заниматься карьерой, общими мечтами. Братан, у нас проблема как раз... Посмотри, об этом даже в стенах Государственной Думы активно говорят. Что мы будем делать с демографией? Ну это уже не к зумерам вопроса. Налог на бездетность. Налог на бездетность. Он был, кстати говоря, в советские времена. Был. Сейчас снова ведут его на какой-то процесс. А то у вас, я как посмотрю, у вас все вот в сферу интересов сместилось. А так сказать, делом-то кто будет заниматься, братиш? Ну это, а вот тут уже деньги. Вы все там пообсуждать кино, там психотипы, чтобы вам искусственный интеллект составил вашу там совместимость, проверил. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, до 35 лет с мамой играет в танки в результате. Мужик счет за девчонку заплатить, закрыть в ресторане не может или не хочет. А почему зумеры подходят к этому так? А это потому, что бумеры и миллениалы нам платят мало денег. Если бы нам платили достаточно для того, чтобы семью сразу как бы устроить полную, тогда, я думаю, с этим проблем не было. Так вы больше не стоите, брат. Ну вот и будут проблемы с ним. У вас выбора-то нет, вам придется платить. Других зумеров у нас для вас нет. Вот наглецко. Слушайте, ребят, ну вообще на самом деле катастрофа. У меня всякие цифры еще, уже не хватит сегодня эфирного времени, о том, что вообще происходит с новым поколением, насколько оно действительно асексуальное и гиперконцентрировано только на себе. Артем в этом не признается, но это так. Более того, молодое поколение полно комплексов, не принимает своей внешности тела, поэтому комфортнее виртуальный мир, который можно корректировать самостоятельно. У зумеров нет прокачанного эмоционального интеллекта, то есть они лишены способности осознавать и открыто выражать свои чувства и эмоции. Это поколение сталкивается и с депрессией, и с обособленностью, в связи с чем не может не только построить здоровые отношения, даже завести себе постоянного партнера для секса, констатируют различные российские психологи. Большой материал тут вышел по этому поводу. Ну, это не все зумеры. Ну, это не все зумеры. Посмотри со стороны на свое поколение, ужаснись. Зачем? Я его чаю, зачем? Мне нравится все. Вы просто маску, вы как квадроберы просто маску надели на лицо и делаете вид, что вам это неинтересно. Вам просто стыдно как будто бы подойти к другому человеку, может быть. В смысле стыдно? Вон Лиса замуж вышла. Стеснение, скажем. Это случайно. Это исключение. Это потому что Госдума настаивает. Ну, не знаю. Да нет, я не согласен. Думаю, что просто здесь именно различаются секс и отношения. Подойти, чтобы переспать, познакомиться. Нет, а вот познакомиться так аккуратно, чтобы завести отношения, это вполне частая история. Я думаю, что мы стали просто разделять. Ну, то есть вы за глубину, да? Да. Как бы еще раз, да. Да. Ну, что я могу сказать? Я, представьте, более повешенностного поколения. У нас были другие задачи. Ты знаешь, и было неплохо. Вот многие мужики меня поддерживают. Мои там 40+, они говорят, да, в нашей юности было. Да, мы не думали о будущем. Зато давали стране угля. Так сказать, понимаете? А с вас теперь Государственная дума налог по бездетности собирается вводить. Кстати, отдельная тема, большая тема. Ваше поколение и уходило из семей часто. И вот сейчас многие из моего поколения... А ваши просто не женятся. Мы-то хотя бы совершали ошибки, да? Было полно ранее. В смысле не женятся? Но этого исключения исправил. В 22 года выйти замуж, это сейчас... Мне кажется, что это очень рано по меркам нынешнего поколения. Городского. Причем мои сверстники, миллениал, да, получается, 90% моих знакомых в разводе. То есть, возможно, зумеры на нашем поколении делают вывод, что у нас огромное количество разводов, по крайней мере, среди молодых. Правильно, потому что многие повыходили замуж, там, или поженились в 20-20 с небольшим. И к 30-ти к твоему возрасту у них уже понятные кризисы первые серьезные. И браки разваливаются. А ваше поколение просто не повторяет этих ошибок. Серебряные люди. Ну, молодцы.